да гуляя по почтовой площади отсюда открывается поистине красивый вид здания такие все холмы на церковь это у нас софиевская софийский собор это андреевская церковь да да я там был вот это да то есть я там был вчера и эта касса был на такой высокой точке это да интересно да вот такой вот здесь почтовый почтовая площадь такая вот макдональдса есть а кстати я у вас не видел берга кинг у вас есть берга кинг нет блин моего любимого берга кинга нет здесь я не выезжаю почему беру кинга нет у нас нет у вас нет у кей у них нет у кей друзья я недавно читала статью что они уже запустили типа поиск сотрудников украине то есть это значит они уже собираются открываться но у них будет первый магазин не такой как везде там где огромный магазин там и склад а он будет больше как шоу-рум а как шоу-рум понятно а у вас есть собой нет тоже да а то есть вот в киеве пока нету берга кинга и сабвей нет и икеи пока нет но это не самое основное конечно но я думаю что берга кинг есть везде на самом деле зашли сейчас попробовать пирожки я повелся на потрясающий запах который был на улице и вот здесь можно посмотреть разные сосисками с грибами с горохом с картошкой с капусточкой но просто супер потрясающе я хочу с курицей попробовать курица и грибы сейчас попробую иванка отказывается она у нас на пиете а денис ест тем более не так и часто в украине чтобы отказывать себе ну что друзья попробуем мы сейчас титка клара титка клара тетя клара мы зашли в гости к тете кларе и пирожок номер один в украине это пирожок с курицей и грибами иванка смеется запах потрясающий сделай мини мук банк вкусно вот так там курица есть настоящая курица друзья и грибы и она и не где-то сбоку в конце очень вкусно и 50 центов 50 центов 16 гривен стоит вкусные реки прикольные интересный такой интерьер можно показать очень вкусно очень вкусно я думаю что друзья после украины еще плюс 2 килограмма плюс 2 было от майорки ну плюс 4 это нормально да иванка очень вкусно да зря ты не хочешь очень зря может будешь какой то пирожок вкусно вкусно действительно вкусно вкусно одним пирожком можно наесться серьезно одним пирожком всего лишь за 16 гривен друзья а кто будет потом кушать пузатую хату пузатую хату пузатую хату мы еще направимся я там возьму драники наверное драники я обожаю драники да мама и все кто рядом все готовят поняли намек да интересно они прямо здесь готовят правда? конечно это пекальня я думаю классно пирожки у тети Клары очень вкусные вкусно очень вкусно друзья пирожки хорошие называется Титка Клара короче тетя Клара называется это заведение и пирожки действительно очень очень вкусные хорошо направимся дальше смотреть что здесь есть здесь на каждом шагу здесь можно действительно везде заходить все пробовать и наверное после третьего заведения точно уже не были здесь из-за стола так все вкусно кафешечки разные везде очень и очень такой доброжелательный персонал то есть видно что уровень уже очень очень высок и не то что когда-то было и официанты очень вежливые очень ухоженные и действительно классно просто классно и все как-то я не знаю довольно открыты а вот этот вид такой красивый это Андреевская церковь собор Андреевская церковь отсюда такой вид открывается очень много кафешек кафешек ресторанчики и туристы есть есть туристы есть я видел и немцы и американцы и англичане то есть туристы здесь гуляют тоже из Европы очень много да 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 из Европы здесь очень много постоянно встречаю кого-то это классно туристы приезжают друзья и вы представляете что очень много просто уже дисконтных таких авиалиний и из Европы из западной Европы скажем так восточную можно действительно очень быстро и дешево добраться вот я сюда прилетел за 75 евро это блин теперь Денис будет на пирожки к тете Кларе каждые выходные 100 пудов 100 пудов теперь я буду здесь часто тусить я еще здесь не был в ночных клубах я еще здесь не был на дискотеке но может быть это все еще впереди он тогда вообще отсюда не уедет тогда я вообще да чувствую что я здесь останусь а здесь останусь не ну почему сюда прилетать вот так вот да летом ну на недельке 2 ну хотя бы еще да потому что вот неделя у меня неделя очень мало там день там и все padre Ресторан-бар, бар, бургер. На недельки-две тогда нормально, тогда можно все посмотреть, спокойно везде побывать. Это, конечно, нормально. Детский садик. Проходим красивый такой райончик. Проходим такой красивый райончик. Новенькие здания. Такая красота, вот какая шляпа. Красиво, да. Это новый район, он построен под старинку, это на подволе воздвиженка называется. Красиво, красиво. Это вообще-то почитается район хипстеров. Очень много таких хипстерских заведений, барбершопов, магазинов. Да, круто, смотрите, друзья, как красиво выглядит. Какие дома? Вроде бы кажется, что конец 19 века, а на самом деле это новые дома. Но сделаны в том стиле. Вот это очень классное кафе для бюро. Бюро? Да. Классное для детских дней рождения. А, вот здесь, да? Для детей. Кафе для детей проводить мероприятия день рождения. Да, интересный такой райончик. Интересный райончик, интересные такие здания. Вот эти все разноцветные здания. Вот здесь такое впечатление, что ты где-то находишься в Австрии, или в Германии, ну где-то там в Западной Европе, да, вообще. То есть нету таких, вот этих старых советских, да, построек. Очень красиво, очень-очень красиво. Ну окей, идем дальше. Здесь магазины тоже, да, разные кафе, ну как и везде. Как и везде? Как и везде. Как и везде. О, вот это прикольный Крабсбургер. Как из этого, знаешь? Крабсбургер. Как это? Как это? Губка Боб? Да, да, да. Губка Боб, да. Крабсбургер. Еще строятся, да. А, дальше еще строятся дома, ага. Дальше, да. Цветочки? Да, красиво здесь. Такой вот райончик. Подожди, как называется этот район? Воздвиженка. Воздвиженка. Тут очень много район Воздвиженка. Шоурумов и студий разных украинских молодых дизайнеров по одежде, обуви, да. Классно, классно. Людей так мало еще. Я так понимаю, это новые постройки, они еще не все заселены, да? Не все купили квартиры. Да, да, да. Да, еще. В некоторых местах еще видно, что продают квартиры здесь. Я думаю, здесь очень дорого, да? В каком районе? Да, да. Не знаешь, случайно сколько квадратный метр стоит? Ну, я... Не знаешь, да? Ну, я... Там нужно было посмотреть в прошлом году. Ага. Ну, тут, кстати, можно... Две тысячи евро, три тысячи... Три тысячи, я не знаю, да? Ну, тут можно за 300-500 тысяч долларов. Долларов, ага. То есть от 300 до 500 тысяч долларов. Ну, есть и миллионы. Ну, да, да. Есть разные пентхаузы, да. Тут особняки отдельные есть когда-нибудь. Ага. Ну, классно, да, друзья? Все такое разноцветное, посмотрите. Такое ощущение, что находится не в Киеве, а где-то... Где-то, я не знаю, где-то в Европе за границей. Да, и там какая-то еще есть гора. А вот это заведение Cat'n'Cup. У меня такое впечатление, что это кафе с котами, может быть. А, может быть, да-да-да-да-да. Но я там не была. Есть такие заведения. Я помню, я в Вентрии была в таком. Ага. Тут тоже есть пакетики, да, друзья? Как и Вени. Встречаются пакетики убирать после собачек. Да. Площадка детская. Детская площадка. Слушай, а может пошли вот так? Вот такая вот детская площадка. Пошли, да. Прогуляемся, чтобы обратно не возвращаться по этой улице. Ну что, ты уже не бурчишь, я тебя так далеко завела. Да нет, все нормально. Это, да, надо было посмотреть этот райончик. Такой интересный. Ну да, если мы... Это что-то такое необычное, да? А, нет, там полностью. Ага, там дальше идут еще стройки. Все расстраивается, все строится. Полностью все-все-все строится. Вот какая-то часовенька такая построенная, классная. И улица. Да, такой интересный райончик. И вид также открывается куда-то на какую-то зеленую такую гору. Домики все разноцветные. Вот мне нравятся разноцветные дома, потому что мне кажется в таких местах намного веселее жить, интереснее жить. Нет этого всего серого. Ну да, не депрессивно явно. Здесь очень классно, комфортно. С балкончиками. Здесь тоже, это мне напоминает, друзья, или Вену, или там, я не знаю, там, Германию таких. Цветочки тоже у нас везде растут, так красиво здесь смотрится это все. Слушай, давай посмотрим, там есть коты. Ну, пошли, пошли посмотрим, да. Без проблем. Здесь есть какое-то кафе. Мы так понимаем, что это кафе с кошками. Потому что там написано, что... Cat and Cup. А, там ремонт. А, там ремонт. Ну, покажи хотя бы вывеску. Cat and Cup, точно. Вот эта вывеска. Ну да, наверное, будет. Да, наверное, будет кафешка здесь. Если я приеду на следующий раз, можно будет зайти и с кошками там, да, поиграться. И пожмякать котов. Потискать, потискать котов. Или кошечек. О-о-о. О-о-о. А я не скажу, что это кафе? Да. Да, да, да. Интересно, интересно. Интересно. Интересный район. вот продаются ваши ванночки все такое украинское традиционное интересное какая красота а тут есть для этих знаешь любителей неоновых штучек и казантипов в галерике нет вот оно там все такое неоновое светится в темноте в грибочке да-да-да точно интересно да все неоновое под неоновым светом светится все посвечивается раньше был дом булгакова здесь он проживал да я так понимаю он проживала там музей там очень интересно вот здесь дом булгакова ребята хочу вам показать очень интересные интересные турагентства которые предлагают экскурсии в чернобыль я просто в шоке что есть такие экскурсии вот написано чернобыль тур и и вот такой парень экскурсовод вот он торчит из окна такой экскурсовод и кстати да возьми брошюрочку пожалуйста на русском или украинском и вы знаете я даже слышал что многие иностранцы иванка приезжают сюда специально и до специально приезжают в киев чтобы попасть на этот тур и посетить друзья чернобыль на самом деле конечно очень мрачная думаю там картина но если недолго там находиться я думаю это не очень страшно облучение не очень я думаю что животным все равно да но если что будете знать чернобыль тур можно направиться в чернобыль и там все посмотреть они написано сколько вау вообще очень дешево 29 долларов или 700 гривен и вы будете они начинают там а начинаются да а ну-ка посмотри есть даже от 1 до 7 дней ого то есть там можно с ночевкой остаться но я думаю в самом реакторе кстати вот эту картину этот мурал так называемый я видел уже неоднократно у блогеров у украинских блогеров которые здесь снимают видео вот именно вот эту картину очень красиво сделано это все на стене здания потрясающе выглядит и вот иванка говорит что по киеву часто встречаются эти муралы да кстати посмотрела здесь идет выставка киевской моды двадцатых шестидесятых да точно киев 1920 60-е года какая была крутая мода на английский написано для туристов вот такие девочки вот интересно где на немецкий а да даже есть на немецком тоже вот мы уже подошли к этой такая кафе столовая называется пузатая хата пузатая хата и здесь все украинское ну и сейчас пойдем с иванкой попробую она конечно уже была здесь а я первый раз как во дворце ступеньки много людей красивое оформление . очень много посадочных мест на три этажа здесь даже руки можно помыть смотрите как классно видите здесь как переживают за чистоту клиент заходит и сразу может помыть руки я считаю что это очень классно придумано просто супер я ни в одной ни в одном заведении не видел чтобы умывальники так стояли при входе то есть клиент зашел помыл руки и потом направляется уже за едой руки должны быть чистой перед льдой я очень хочу попробовать здесь и драники друзья обязательно взял венский шницель по-украински салатик и сейчас еще вареники сижу уже в этой пузатой хате друзья взял вареники пельмени типа венского шницеля украинский шницель иванка взяла себе салатик и пошла еще покупать напитки сейчас попробую интересное заведение я про него слышал от своих туристов надо попробовать пельмешки нормально вкусно 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 шницель за так нагулялся так нагулялся что здесь заведение везде цветочки красиво все очень много места это все друзья в три этажа вкусно очень попробовал уже вареники пельмени уже доедаю даже кстати хотел сказать по поводу цен это действительно цены смешные цены друзья то есть за вареники за шницель и за салат это 3 евро 100 гривен друзья вот такой тортик представляете это медовик который выглядит очень-очень аппетитно стоит меньше одного евро около 90 центов если перевести гривни 26 гривен стоит просто супер друзья действительно на 4 5 евро да я думаю 5 евро это с головой 150 гривен можно одному очень-очень просто покушать здесь я могу вообще на 80 центов покушать да да иванка ест только все что растет в огороде салатики больше ничего не хочет ну такая вот у нее она сыроед какой это сыроед что сыроед? из каких напорта сыроед для недели была вегетарианцем стала сыроед короче у иванки свои эти схемы какие-то махинации схемы какие-то махинации ну опять пошла я тихо шла я шла я пирожок нашла я села поела опять пошла я тихо шла вау